Здравствуйте! Меня зовут Звонков Олег, я составитель корня кустового словаря русского языка. Я скажу о нем пару слов после лекции. Сейчас, значит, тема «Русский язык. Поле битвы цивилизаций». Сегодня мы часто слышим о заимствованиях как угрозе русскому языку и насколько это обоснованы такие опасения, действительно они серьезные, или заимствование – это норма развития русского, вообще языка, русского, любого. Можно представить себе такую ситуацию. Существует две деревни – русская и немецкая, допустим, где-то в Поволжье. Живут 100-200 лет. Насколько языки у них смешаются, может, испортятся. В принципе, если при наличии школы, при наличии каких-то газет местных, сохранятся языки. И, конечно, при заинтересованности носителей языков. Заимствования будут. Какие заимствования? Блюда, одежда, название каких-нибудь предметов быта. Но мы говорим о… То есть за 200 лет никакого существенного изменения, никаких изменений не будет таких существенных. Но мы говорим о спокойной жизни, спокойном сосуществовании. Сейчас заимствования… Мы понимаем, что сегодня заимствования связаны с изменениями вообще жизни, условий жизни, с глобализацией производственных процессов, с появлением компьютеров, интернета, с изменением информационной сферы, СМИ, соцсети, видеоресурсы и так далее. Значит, какие заимствования? В принципе, мы все знаем заимствования из IT-сферы. User, Gamer, Display, File – это все понятно. Есть интересные слова, типа «копипастить» в экономике и финансах. Бартер, брокер, ваучер, дилер, офис, дедлайн, в общем, и прочее-прочее, огромное их количество. Можно следующий? Первый файл. Все заимствования или этапы заимствования можно разложить на временной шкале и наглядно так немножко себе представить. Значит, современные заимствования в основном из английского языка, но на самом деле это, можно сказать, что интернациональные уже слова. Заимствования 18-19 веков связаны в первую очередь с тем, что французский язык был языком русской аристократии, и поэтому галлицизмы, представленные у нас в полный спектр галлицизмов. Бутовые понятия – бюро, будуар, витраж, кушетка, одежда, ботинки, вуаль, гардероб, жилет, кухня, кастрюля, бульон. В общем, тоже мы об этом все знаем. Искусство актера, афиша, балет, военные термины – батальон, гарнизон, пистолет. Заметный след оставили в это же время итальянский и испанский язык, в основном в области культуры и искусства. Ария, аккорд, баритон, браво, виолончели, новелла, пианино, карикатура, миниатюра. В общем, тоже очень большое количество. Петровская эпоха – эпоха реформ, эпоха изменения государственности в России. То есть русское царство становится русской империей. Реформа в армии, построение флота, соответственно, заимствования, связанные с ремеслами, наукой, техникой, бытом, термином морского дела. Это голландский, балласт, ватерпасс, верфь, дрейф, лосман, английский, бот, брик, вельбот, мичман. Тоже можно переселять достаточно количество. Обратимся теперь к тюркизмам. Тюркизмы, наличие, то есть в русском языке огромное количество тюркизмов. В первую очередь это связано с тем, что 240 лет русские княжества находились под татаро-монгольским игом. Значит, монгольские слова, не то, что как я думаю, как мне известно, ни одного слова монгольского в русском языке нет. Тюркизмов, конечно, огромное количество. Емщик, ярлык, казак, военные термины. Исаул, караул, хорунжи, кинжал, атаман, сабля, экономика, деньга, казна, казначей, украшения, алмаз, изумруд, одежда, очень много заимствований. Но дело не только в ордынском периоде. И до Ига, татаро-монгольского, древнерусских государств находились в постоянном контакте со степью. Болгарами, половцами, печенегами. Воевали, торговали, женились, опять воевали. К домонгольскому времени относятся тюркизмы. Очаг, шатер, жемчуг, кумыс, ватага. Погружаясь дальше в глубь времен, там тоже находится очень много тюркизма, но уже их труднее определить, что ли. То есть эти мы можем на слух, на глаз распознать. И перейдем к старославянскому, к древней Руси. Можно следующий? Значит, появление старославянского языка. В первую очередь надо сказать, что старославянский язык не является претечей древнерусского языка. Как, ну, может быть, так многие думают, но это мне не ошибочно. Старославянский язык – это что-то вроде такого славянского эсперанта конца IX и последующих веков. Появился он, вернее, был он разработан на основе салунского диалекта. Это язык славян, живших в IX веке в окрестностях города Салунь, он же филосалоники Византийской империи, он же современный греческий город Салоники. Вот он находится. Письменность старославянского языка была разработана братьями Кириллом и Мефодием. В общем, это мы знаем, в школе учились. Они как раз родом из салоников. Национальность их достоверно неизвестна. Предполагается, ну, как бы более достоверно предполагается, что они греки. В 863 году в Константинополь обратился князь Великой Моравии Ростислав. Великая Моравия – это вон то пятно большое. Значит, в разное время Моравия занимала разное… Это в самом рассвете, в общем, сил Моравии. Существовало это государство около 100 лет. Значит, Ростислав обратился в Константинополь с просьбой прислать учителей проповедовать на славянском языке. Византийский император Михаил III отправляет в Моравию Кирилла и Мефодия, напуствуя их, вы силуняне, а силуняне все чисто по-славянски говорят. До создания старославянского языка богослужения разрешалось проводить только на трех языках, на которых была выполнена надпись на кресте Господнем – это греческий язык, еврейский и латинский. Поэтому никакие богослужения, вернее, богослужения ни на каких других языках не разрешались. Поэтому это тоже было как бы отступление от прежних норм. И богослужения на славянском языке то разрешались папой, то запрещались. Раскола еще не было. Раскол наступил в 1053 году. То есть раскол на католическую и православную церковь. Но в Моравии проводили богослужения по латинскому образцу, но на славянском языке. Для чего понадобилось князю Моравии Ростиславу переводить богослужения на славянский язык? Дело в том, что церковь Моравии тогда была почина баварцам, которые укрепляли в стране политическое влияние Запада. И Моравия сама вроде как большое государство, но оно было раздроблено на более мелкие княжства, более-менее независимые. Соответственно, Ростислав хотел выстроить вертикаль власти, создать общую единую церковь на славянском языке, оттеснить немножко баварцев и объединить вокруг Велеграда всю эту Баварию в такое государство, в единое целое. Этот же номер спустя 150 лет проделал Владимир, который крестил Русь, объединил русские княжства вокруг Киева, которому недавно поставили у нас памятник, как вы знаете. Значит, дальше. Славянская миссия Кирилла и Мефодия длилась 21 год. Кирилл умер через какое-то время. То есть он прибыл в Моравию, через какое-то время умер. Вообще, их было 7 братьев. Кирилл был самый старший, а самый младший был Мефодий. Поэтому разница в возрасте была очень большая. Там есть какие-то такие конспирологические, что его в Риме отравили, еще что-то. Вряд ли это такое было. Он просто был уже довольно пожилой для тех времен. Мефодий. Ну, он завещал Мефодию продолжать учительствовать. И Мефодий до самой смерти находился в Моравии. Умер он в 885 году. После его смерти, в это время уже сменился князь, на место Ростислава пришел святополк. И богослужения на славянском языке то разрешались, то запрещались. После смерти начались гонения на славянских богословов. Многих казнили. И часть, ну, то есть ученики уже, соответственно, Мефодия. Часть учеников бежала в Болгарию, часть учеников бежала в Хорватию. Кто создал Кириллицу, кто создал Глаголицу. По всей видимости, первоначально была Глаголица. И есть предположение, что Кириллицу сделали уже ученики. Но это не суть. Важно. То есть это азбука, алфавит. Мы говорим о языке. Значит, почему нам интересна вообще эта история про старославянский язык? Вообще, зачем Ростиславу понадобилось бороться против немецкого духовенства, защищаться от Рима? Можно было сдаться и спокойно существовать дальше без сопротивления. Пили бы баварское пиво и было бы все прекрасно. На самом деле, ровно так и произошло. Спустя буквально четверть века. Святополк отказался от богослужения на славянском языке. Изгоняет учеников Мефодия. После смерти Святополка Великая Моравия распадается. От нее отделяется Панония, Нитра, Чехия. Юго-восток Моравии заселяют венгры. И они формируют свое государство, которое сейчас существует. А в 1907 году Великая Моравия прекращает свое существование. И сегодня такого государства нет. То есть, есть историческая область Моравии в Чехии. Есть 100 тысяч человек, которые говорят на каких-то говорах, на речиях моравских. Ну, не знаю, там есть ли у них письменность или что-то там еще такое. Атрибуты языка. Так, следующий можно? Итак, старославянский. Вот он здесь находится. Как я говорил, он не является никакой предтечей древнерусского или еще каких-то языков. Он основан на южной ветве. И древнерусский вобрал в себя огромное количество славянизмов. То есть, заимствований из старославянского языка. Спустя, даже сейчас, спустя тысячелетия, история становления старославянского языка. Так, здесь на карте можно, вот, это восточнославянские, это западнославянские, это южные славяны. Спустя тысячелетия вопрос о становлении старославянского до сих пор актуален. До сих пор спорят о национальной принадлежности Кирилла Мефодия. Македонцы говорят, что они македонцы. Болгары, соответственно, говорят, что братья были болгарами. И до сих пор существуют различные теории, какой диалект был положен. Соответственно, македонцы говорят, что это древнемакедонский. Болгары говорят, что это староболгарский язык. Ну и старославянский язык называют по-разному, в разных, в научной литературе, на разных языках, в разных странах. В русском языке это старославянский язык, в болгарском стало староболгарский, в македонском старомакедонский. В украинском это не то, что подумали, а староцерковнославянский. В белорусском старославянский, в польском староцерковнославянский, ну и так далее. То есть там уже то старославянский, то староцерковнославянский в разных языках. Чему нас учит эта история? Во-первых, судьба Великой Моравии является яркой иллюстрацией того, как не надо относиться к языку, как не надо поступать с языком. То есть государства нет такого. Во-вторых, сложно переоценить влияние старославянского языка на современный русский язык. То есть без языка вот этого книжного, православного богослужения, языка книжного, первого литературного языка на русском языке, современного русского языка просто, ну он был бы в какой-то другой форме, но его бы не было в том виде, в котором мы его знаем. Вот. Претензии болгар, славянцев, македонцев на, условно говоря, первородность становления старославянского языка по-человечески понять можно. Но какой бы диалект в основе ни лежал, весь массив литературы, все книги, которые написаны на старославянском языке, это не старо-болгарская литература. И это не старо-македонская литература. Это совместное творчество всех славянских народов, объединенных одним книжным языком. То есть это общее богатство славян. Да, примеры старославянизмов. Ну, в принципе, можно даже отдельную лекцию постить, как они различаются, то есть как различаются старославянские слова от русских языков. В принципе, это можно где-то почитать. Ну, пара примеров, и все будет понятно. Брег-берег, борода-борода, глава-голова, врата-ворота, злато-золото, младость-молодость, влочить-волочить, плен полон, прах-порох. Слова образуют как бы пары. Они, по сути, являются однокоренными, но это корень более древний. Он пришел в старославянский через южнославянскую ветвь, а в русский язык через восточеславянский, через древнерусский. Поэтому они практически, это одни и те же корни, но они выглядят немножко по-разному. Чаще всего старославянизмы несут отпечаток книжности, торжественности, брег, врата-злата, но это совершенно необязательно. То есть это не является таким признаком старославянизмов. Иногда в таких парах слова семантически расходятся. Прах и порох значат совершенно разные вещи сейчас. Гражданин и горожанин, равный и ровный, имеют разные значения. Разный и розный, кстати. Вот разное это старославянское слово. Бывают случаи, когда старославянские слова, наоборот, звучат современнее русских. Шлем, но не русский шелом, сладкий, а не солодкий, влага вместо волога. В общем, сегодня это часть языка. Распознать старославянские слова в русском можно, но отделить, как-то разделить совершенно невозможно. Вернемся к заимствованиям из неславянских языков. Сколько таких заимствований? То есть можно ли их посчитать? Можно ли взять и сочетать все слова русского языка и сочетать все заимствования из английского, французского, немецкого? И сказать, вот какое-то определенное число. Ответ. Ну, по всей видимости, такое проделать невозможно. Такая постановка вопроса не имеет смысла. Все дело способов словообразования в русском языке. Не вдаваясь в излишние подробности, это приставочно-суффиксальный способ словообразования, словосложения, переход слова из одной части речи в другую. Переход слова из одной части речи в другую – это, например, рабочая, столовая и столовая ложка. Понятно. Приставочно-суффиксальный способ словообразования. Наш прекрасный, самое лучшее изобретение, по-моему, К корню мы можем подставлять приставку, суффиксы, одновременно приставка, суффикс. И наборы этих приставок и суффиксов у нас достаточное количество, чтобы получалось разнообразные, комбинаторные, такие угодные варианты. Например, усовершенствованный. Приставка «у» и «со». Корень «верш» и набор суффиксов. Еще пример. Недоиспользованный. Приставка «не», «до», «из», «по», корень «з» – суффикс и окончание. Корень «з» применяется в словах, можем найти в словах «польза» или «нельзя». Не припомню, какие там еще, но как минимум в этих. Прекрасно. То есть из таких коротеньких корней мы сделали такое недоиспользованное. Длинное, красивое слово. Большие, сложные слова получаются. Следующий слайд. Словосложение. Два или более слова или основы объединяются в одно слово. Паровоз, рукомойник. Сращение мы получаем, например, из словосочетания «сумасшедший» одно слово «сумасшедший» и «вечно зеленый», «вечно зеленый». И в сочетании приставочно-суффиксального способа словообразования со словосложением мы можем понаделать всяких длинных, сложных слов. Бескислорода медный. Корни «кис», «рот», «медь». Это медь, которая обрабатывалась бескислородным способом. Ну, казалось бы, три корня, то есть прекрасное слово. Научно-исследовательский. Корни «уч», «след». Военно-промышленный. Корни «воен», «мышл». Он же «мысль». Также, если, например, таким способом мы можем… Если мы будем использовать числительные, то мы можем за 5-10 минут придумать огромное количество слов, сколько угодно, миллионы. Километровый, двухкилометровый, треккилометровый, 25-километровый, 8 миллионов, 540 километровый, то есть сколько угодно. Однорукий, двурукий, шестирукий, 600-рукий, одноголовый, двухголовый, 100-головый, 40-летний, 100-летний. Понятно, что это глупое занятие, то есть таких слов не бывает. Ну, вернее, их пока еще нет, пока они не употребляются. Слово «146-процентный». 5 лет назад такого слова не было, и сказали бы, что это полная галиматья. Сейчас, пожалуйста, такое слово можно использовать где-нибудь в статьях, и всем понятно, что это значит. После того, как на табло появилось 146%, такое слово появилось. С целью посоревноваться с другими языками в количестве слов можно, конечно, сочинять всякие нелепые слова. Ну, опять же, смысла в этом никого нет. Слова живут только тогда, когда они употребляются. Поэтому, когда говорят о количестве слов, обращаются к словарям. Следующий слайд. Прекрасный слайд. Словари. Орфографический словарь Ушакова содержит около 100 тысяч слов. Полный русский орфографический словарь под редакцией Нечаева около 180 тысяч слов. Словари синонимов содержат 100-150 тысяч слов. Большой словарь синонимов русского языка Тришина в электронной версии АСИС содержит 526 тысяч слов из словосочетаний. Из них около 450 тысяч слов. Это отдельные слова. Но в словарях собраны не все слова. Точнее говоря, не все формы слов. Например, в афографических словарях нет идеи причастий, потому что это просто другая форма глагола, особая форма глагола. Нет большинства действительных причастий. В словарях синонимов действительные причастия есть, но нет глаголов в идее причастий. Почему так? Просто потому что словари созданы не для того, чтобы с кем-то соревноваться и считать, сколько же слов. А они созданы для определенных целей. Они определяют определенную роль. Проверка орфографии, нахождение синонимов. Если у нас есть глагол, например, в орфографическом словаре, если мы нашли глагол и знаем, как он пишется, то из глагола мы всегда можем сделать депричастие или действительное депричастие. Например, глагол «присесть». Депричастие – присевший. Причастие – присевший. Ну, присевший там точно нет, но мы можем добавить суффиксы и получить это слово. Но если говорить о конкретном количестве слов, говорить невозможно, потому что можно там всякие формы эти понаделать. Но в относительных величинах можно сказать следующее. В орфографическом словаре примерно 30% слов заимствованных. Вот, конкретно говоря, в орфографическом словаре Ушакова. Если в словаре синонимов процент заимствованных слов будет меньшим, ближе к 25%. Почему так происходит? Потому что в словаре синонимов там уже больше форм, там появляются действенные причастия, одлагольные, то есть просто больше форм слов. Слова все те же. Получается, что русские и старославянские слова образуют большие кусты однокоренных слов. Заимствованные слова кустов либо не образуют, либо кусты у них поскромнее, поэтому с разрастанием словаря доля заимствованных слов падает. Вот. Буквально несколько клюстраций, можно следующий слайд. Одежда. Не знаю, насколько видно. Исконно русский и заимствованный. Французский. Блуза, ботинки, жакет, жабо, жилет, клеш. В общем, все хорошее. Английский. Бикини, бриджи, гольфы, джемпер, поло. Тюркизмы. Башмак, кафтан, колпак, тулуп. Исконно русские слова. Валенки, дубленка, кокошник, носок, портки, рубашка. Ну, казалось бы, в общем, обидно, что все хорошее заимствовано. Казалось бы. Но возьмем портки. Может, следующий слайд. Портки образуют... Корень порт относится к корню... Восходит к корню пор. И образуется целый куст. Портки, портянки, портной портить, испорченный, прынуть, пороть. Портить, вспарывать. А жабо, галифе, свитер вообще никаких нет. То есть это одиночные слова. И никакой роли, никаких русских слов они из русского языка не вытеснили. Ничего они не испортили в русском языке. Они просто обозначают какие-то... Они дополнили на словарный запас. Следующая иллюстрация. На днях заметил. Значит, это Коломбо... Случайно заметил. Восьмая серия, 89-й год. Значит, Коломбо спрашивает, как вы узнали мое имя? Какой-то там персонаж говорит, мне помог ваш номерной знак. И показывает он на бейдж. То есть слова бейдж не было. Перевод где-то середины 90-х. Слова бейдж не было. Спустя там год, два, три слово бейдж появилось. Ну и русский язык от этого не испортился. Просто появилось слово бейдж. Следующее можно? Вот, появилось слово бейдж. Какой от него куст? Бейдж-бейджик. Никакого нет куста. Аналогично прайс. Прайс прайсовый. Казалось бы, можно предположить, что это слова... Это молодые слова. Они недавно заимствованы, поэтому просто не успели так обрасти какими-то формами. Но на самом деле прайс у нас заимствован из английского, а есть слово прескурант, который был заимствован из немецкого еще в петровские времена. Он также не сделал никакого прескурант, прескурантный. Каталог прескурант. То есть это однокоренное слово. Также никаких кустов эти слова не создали. Молодое слово пиар. Тем более произошло... Ну то есть это не такое интересное заимствование. У него очень такой богатый, достаточно развитый такой куст получился. Это и пиарить, и распиарить, и все на свете, что-то можно придумать. Может, следующий. Получается. То есть мы можем сделать такой вывод. Если заимствованное слово обозначает какой-то предмет, явление, или блюдо, или еще что-то, оно так и будет обозначать. Но если из этого слова, из заимствованного, можно сделать глагол, то оно сразу... Это такая простенькая схема. На самом деле, если подробно делать схему, она будет очень такая развита. Если из заимствованного слова можно сделать глагол, то из него можно сделать уже все другие слова. И причастия, и действенные причастия. В общем, все-все-все богатые. Вот, например, на примере слова крахмал. Крахмал был заимствован в петровские времена, тоже из немецкого языка. Значит, нормальный, развитый куст. Хуже от этого русскому языку. Ну, никаких других слов, каких-то исконно русских он не вытеснил. И вот, например, слово «недокрахмаленный» – это русское слово. Такого слова нет ни в каком языке. Вот именно в этой форме. Это русское слово, хотя мы понимаем, что оно построено на заимствованной основе, на крахмален. В общем, как мне кажется, паника по поводу заимствованной представляется беспочвенной. И дело в том, что заимствование – это вот как бы механизм, как можно сделать из заимствованного слова. На самом деле не из заимствованного. Можно сделать слово из звукоподражания какой-нибудь. Пых, тых. И вот если сделать из него глагол, можно понаделать целый большой куст. Ну, какие-то слова там будут бессмысленные, но какие-то вполне нормальные. Запыхтеть, пропыхтеть – нормальное русское слово. Это механизм. Но они попадают еще… Вот как бы заимствованное слово попадает не сразу в весь язык. Она попадает как в какую-то сферу. То есть в какой-то либо стиль, либо сферу употребления. Профессиональную. Следующий слайд, можно? Следующий. Ален, следующую картинку. О, не сработало. О, прекрасная картинка. Значит, можно представить себе язык. То есть мы можем думать языке как угодно, как бы представлять его как угодно. Ну, вот, например, таким образом. Язык имеет какую-то, как вот стержень, он имеет какие-то свои механизмы общие для всех. Но, каждое вот это, каждое кольцо или блинчик – это стиль языка. Молодежный сленг или профессионализм, или какой-то научный какой-то. Там, например, язык. Научный язык, но отдельно в каждом. Научный язык физики, математики, они могут различаться. Даже дело не в заимствованных словах, не в том дело, что слова разные. А в художественном языке, в словах мы ищем образность. В научном языке слова должны быть однозначными. То есть это термины. Они не предполагают никаких образов или еще что-то наших каких-то фантазий. Деловой стиль, например, когда составляют договор или устав, это совершенно костная какая-то структура. То есть не то, что они однозначны. Они по какой-то развитой схеме делаются договоры. Ну, в общем, и уставы, и все документы. Можно вспомнить молодежный сленг 60-х, 90-х. Шузы, хилять, прикид, сэшн. Ну, от них либо они так и остались в молодежном сленге, либо они вообще забыты. То есть какие-то слова мы совершенно не понимаем, что там имелось в виду. В общем, на этом можно закончить. Единственное, что я хотел еще добавить. Опасность представляет не заимствованное слово. Опасность представляет то... О, это уже хотел на пирамидке показать. Что если отсутствует какое-нибудь кольцо, то есть если в какой-нибудь сфере нет своего языка. Например, неожиданно в физике все начали говорить на английском. И писать все статьи на английском. Через какое-то время этот язык утратится. А пусть он будет вообще из всех взаимствований. Исключительно из терминов, из самых разных. Там русских слов совершенно не будет. Но он на языку нужен. А вот если этого пласта не будет, то язык в целом потеряет очень много. Для русского языка это как бы смешно говорить, но на земле есть огромное количество слов, в которых нету, например, учебников математики на родном языке. Или учебников физики. Собственно, сейчас я хотел... Я написал такую фразу. Хотел закончить. Защищать язык от заимствований ни к чему не надо. Это выглядит просто глупым. Надо пользоваться русским языком, говорить на нем, писать. Язык живет в деятельности. Все. Значит, а можно следующий слайдик? Я хотел сказать несколько слов о Корне-Кустовом словаре. На самом деле я уже вышел за все. Сайт Корне-Кустового словаря. Пожалуйста, можете посетить. Сейчас мы собираем средства на издание на планете.ру. В общем, на этом сайте есть вся информация. Спасибо. А, да, вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста. Продолжение следует...